Тили-ти-ли-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли Хочу сегодня с тобой по поводу одного комментария поговорить Хотелось бы в 23 году сменить фон комнату проекту Пора вылазить из домашних тапочек Где обещанные центры? Движуха А кто так решил, что пора вылазить? Кого не устраивают наши домашние тапочки? не вопрос. Создайте. Вот вопрос, кому нужен центр. И этот вопрос актуальный на самом деле. Очень актуальный, потому что... Кому он нужен? Понимаешь, когда мы начинали инфодайвинг, мы же как смотрели? Мы сейчас занимаемся аутизмом, а потом будем работать еще больше, еще больше аутизма, еще, еще, еще. Тогда горело аутизм. А потом мы вышли на что? Сперва нам казалось, что мы всемогущие. На самом деле, первые, наверное, года полтора, это эго, которое очень сильно шалило, которое говорило, да-да-да, мы можем все, мы тут надсознание, подсознание, с материей, у нас наши мысли очень быстро проявляются там и так далее. А потом мы вышли в полную внутреннюю тишину. И в этой внутренней тишине оказалось очевидным, оказалось, между прочим. Потому что поначалу там и валили, мы даже не смотрели на родителей. Мы все через себя вели, и на своем ресурсе мы тянули огромное количество детей и семей. А потом оказалось, что мы четко увидели ребенок отражением матери. мы вмешиваемся в рабочую систему, в рабочую модель по изменению, по развитию матери. Ребенок пришел, чтобы развить мать. И вмешиваясь таким образом, и не развивая мать, мы приводим к тому, что ее подсознание вынуждено создавать, ее и отца. Отца мы не выбрасываем из цепочки, они же вместе создавали ребенка для себя, как зеркало. И если мы вмешиваемся в систему, то мы вносим другую неполадку. Подсознание вынуждено создавать, например, другую болезнь, либо какие-то аварийные ситуации, либо еще что-то, другие страдания, для того, чтобы все-таки родители начали развиваться. Сознание родителей пошло в развитие. Когда мы эти вещи сами начали осознавать, мы поняли, что надо начинать с родителей и вести родителей. Выходят родители и плавно выходят дети. И этот путь оказался куда более долгим, чем мы на своем ресурсе взяли ребенка и вывезли. Но даже вот этот момент он нас не остановил. Тогда мы еще говорили о том, что нужен центр. А потом в какой-то момент я замолчала и ты замолчала. а замолчала или потому, что стало очевидным. То, что мы говорим, полностью не вписывается в социум. Нас понимает очень малое количество людей, о чем мы говорим. Когда мы говорим про чистоту, про искренность и так далее, человек это воспринимает через призму какого-то своего вывертыша в голове. Ума. Ума. Когда мы говорим про любовь, у человека сразу это забота покормить, попоить, одеть. Когда мы говорим там, любовь, была любовь, когда выходила замуж. Да, он же обеспеченный был там и так далее. Четыре жены в мусульманстве, это же все по любви и браке. Однозначно. Там просто сплошная любовь. И так далее. Когда ты вот это все видишь и начинаешь говорить об этом вслух, то возникает у человека ступор. Ступор ладно. Когда мы начали говорить про религию, как она вырубает психику человека и наносит вред его здоровью напрямую. Когда мы назвали вещи своими именами, определили каждому явлению свое место. Место религии это черная магия. Это одно и то же. Хотите верьте, хотите проверьте. Но даже в книге управления восприятием и психотехническая база объяснена, показана и рассказана, как работает религия, как работает гипноз и как работает ритуальная часть, которая рушит наше подсознание. Вот здесь у людей возник страх. И вот получается, когда ты работаешь с человеком, как мы, на расстоянии, с какой-то далекой стороны, берем людей, неважно на каком континенте находится человек, но мы осознаем, что это я, это мое зеркало. А когда я работаю с собой, соответственно, я работаю из любви, я не причиняю сама себе вреда и так далее, но при этом тогда мое зеркало вынуждено развиваться. Медленно, как угодно, но оно вытягивает себя за волосы, выходит из болота. На каком-то этапе у него точно так же выстреливает эго, ум и так далее, то, что проживали мы в свое время. То есть это этапы развития сознания, на самом деле, от этого никуда не сбежишь, но получается нет смысла на ранних этапах движения, пока у человека еще шалит эго, пока он может тебе слать поклятие, потому что ты ему причинил боль и так далее. Мы же всяко уже насмотрелись в этой жизни. А какой смысл в центре? Ты хочешь работать с людьми, которые там будут плакать, просить, молиться, психи устраивать, там карто-балет какой-нибудь. Ну, это отклонение от того пути, который мы с тобой выбрали на самом деле. Да, мне неинтересно смотреться в глаза поломанным машинкам, поломанным роботам, потому что, как правило, в это время сознание человека, именно сознание человека, Бога, выключено. Есть автоматический режим, в котором человек должен прожить боль, чтобы измениться, чтобы вспомнить, что он Бог, вернуться к себе. То есть, да, вот... Циклическая ошибка. То есть, отклонение от оси, да, и возврат. То есть, подождать, пока человек вернется к своей оси. Подождать, пока он вернется к своей оси. Казалось бы, все, зачем тогда работать, и это не надо, но при этом мы понимаем, что те вещи, о которых мы пишем и говорим, они глубинные, они вообще планетарного масштаба, они меняют сознание человека, они меняют сознание общества, и они меняют сознание вообще цивилизации. И если посмотреть действительно глобально, то становится очевидным, что та медицина, фармацевтика и так далее, которая сейчас есть, это прямой обман и прямая ложь. Да, ложь, искажение. Искажение. Нельзя вылечить человека, нельзя вылечить человека, если он не изменился. То есть благодаря болезни, боли, которые наше подсознание проявляет в жизни, человек меняется. После любой болезни мы становимся другими, мы через боль меняем себя. И взять и выключить эту боль или убрать ее на время, это значит обмануть самого себя, включить другую боль, более серьезно, а потом включить кладбище, перезагрузить жизнь и пойти дальше. Потому что мы все-таки бессмертны, как ни курти, наше сознание бессмертно. Мы меняем тела и дальше играем и отыгрываем заново тот опыт, который мы не осознали. И осознать все равно придется, измениться все равно придется. И получается, что та медицина, которая сейчас есть, она только загоняет человека в циклическую ошибку. Это нанесение вреда. Это игра. Игра ума. Игра ума, наносящая вред разуму, сознанию, развитию, телу. Захват в ловушку игры своей. Да. Все наносящие. Фармацевтика. Вынос ответственности на таблетку с нанесением вреда подсознанию. Вместо развития самого человека, своему сознанию. Здесь идет отклонение от оси, проигрывание игры, и причем желательно, чтобы это было циклически. Циклически. Чтобы человек не вошел в свою оси, не стал развиваться. Потому что есть вообще игрообразующая платформа под названием религия, неважно какая. Она говорит, что Бог, он где-то. Все, ответственность, она где-то. Как только ответственность ушла, все, раздвоение пошло, от оси ушел, пошла игра в возвращение ответственности. В веру лекарства. И неважно, вера будет на лекарство, на шамана, на врача, на яхуаску, еще на кого-то. Вы на соответственности. Все. Ты уже не цельный, и ты уже не Бог. А тебе надо вспомнить Бога, вспомнить, кто ты есть по природе своей, по сути своей. А по сути своей это единое сознание. Единое то сознание, божественное, создающее вообще всю эту игру. И получается, что если говорить действительно о центре, то тогда надо говорить о новой медицине, о новом образовании. Потому что в образовании у нас нет понятия благодарность, а любая игра сворачивается только через благодарность. У нас скажи тете спасибо, это в автоматическом режиме, и человек никогда не чувствует благодарность. Нам надо учить чувствовать. Потому что именно благодарность расставляет все по своим местам. Да. Без искажения. А чувства у нас заменены ощущениями и эмоциями. Эмоциями. И под эмоцией уже созданы целые роли, целый гунический театр в обществе, когда мы видим, как правильно себя вести, как неправильно, где надо стукнуть кулаком по столу. Нам вот так вот напишут, что в тапочках сколько уже там, да, да. Мы не соответствуем сценическому образу социума. и получается, что, а тогда какой смысл, вообще, какой смысл в центре, если мы будем говорить, что надо другая медицина, другое образование, другое развитие общества. Мы будем говорить про искренность, про открытость и так далее, а тебя при этом слышат 2%. Ты будешь пахать просто, вот как служить. Обслуживать, да, служить. Чем закончилась служба Иисуса Христа? Все, тебя распяли. Да, когда мы вот это осознаем, мы осознаем то, что, да, действительно, так или иначе мы находимся в социуме и в социум наши идеи хочешь не хочешь они уже втекают. И хочешь не хочешь в этой игре эти идеи они игрообразующие и так или иначе сознание за них хватается, видит в них правду, чувствует, что сюда надо течь и потихоньку ручейки втекают. Процесс происходит. Для того, чтобы он был легче, надо было написать книги. Для того, чтобы писать книги, центр не нужен. А книг, благо, написано час 10 уже. 8 издано, 9 в издании, 10 в коррекции. Ну, то есть вычитывание. То есть 10 книг за 4 года я считаю, что это очень крутой результат. Это сделано, для этого центр не нужен был. Потом вопросы с патентами. Здесь тоже центр не нужен, но это тоже социализация. Вопросы образования. Как бы там ни было, мы за 4 года получили еще одно высшее образование для того, чтобы социализироваться. Для чего? Для того, чтобы потом открывать все-таки и образование, и медицину, и так далее. Делать шаги сюда. Но, когда я начинаю думать, а как же должен выглядеть наш центр, такие мысли есть, то, если мы говорим о медицине, то у человека сразу в голове поликлиника или больница. помнишь шаблон? Ладно, крайний вариант санаторий. Где тебе будут доставлять массу приятностей и удовольствий? Ну, и ты вынесешь на это ответственность, что ты поправился или не поправился. Нет, так не будет. Формат, который подходит нам. Это учебный формат. Это формат, где человек будет меняться. Но при этом где-то ему надо будет еще и работать с физическим телом, и где-то нужно будет и оборудование и так далее, там, где есть поломки физического тела. То есть, здесь придется соединяться с тем, что есть уже. Но это не в виде том, который есть сейчас. Это другой подход. Если мы говорим про образование, то оно затронет как самых маленьких все школы, все садики. Всю школу, так и высшее учебное образование. Почему высшее? Потому что человеку все равно надо найти интерес и проявить себя через ту информацию, с которой он пришел как индивидуальное сознание, как персонифицированное, выделенное ручеек сознания. А это значит, у него должно быть свое зарение, свое открытие, свое изобретение и так далее. А это не формат тех институтов, которые, университетов, которые есть сейчас. Даже здания не подойдут. Но с ними можно соединяться, с ними можно взаимодействовать. Не просто можно, а нужно. А вот этот вот формат, как это должно втечь, вот это пока в мыслях. А это тогда центр, да, который приводит человека к самому себе. Это центр человека, да? Это, да. Кстати, первое название кирмы и проекта. Тогда этот центр, это сама вся Беларусь, расставленная по своим местам, без лжи, без искажений. То есть, и школы, и больницы, и какие-то там университеты, и садики, и рабочие места. То есть, каждый пазлик стоит, картины Беларусь стоит на своем месте, без искажения, без лжи, чистом виде благодарности, любви и счастья. Вот я так, вот прям, именно так я вижу. И тогда вот этот центр под названием Беларусь, это солнце, это тот родник чистый, который, по примеру, очищает всю землю. Слышишь, сейчас вот те люди, с которыми мне довелось встречаться, когда я говорила, которые готовы были достать наган и пристрелить меня только за то, что я имею такие мысли. Они сейчас сидят, аплодируют и говорят, так мы уже имеем такое в Беларуси. Только где благодарность? Где любовь? Где искренность? Про нее забыли, как всегда. Они уехали другим паровозом. А искренность нас, чистоте нас, наших. А каждый человек, который скажет, так это уже у нас есть, посмотрит себе в зеркало и скажет себе это прямо в глаза. Что у него есть? Что у него есть? Чистота? Искренность? Искренность? Или он лжет сам себе сейчас? в глаза, в зеркало. И тогда, ты знаешь, если мы будем говорить о искренности самим с собой, то давай по параметрам жизни пройдем. Если человек подходит в глаза, сам себе смотрит и говорит, я искренне люблю то дело, которое я делаю, а сам ходит на наемную работу за деньгами. И ненавидит ее. И ненавидит ее. Но при этом для того, чтобы ему платили и для того, чтобы он социализировался. Ну, мне же интересно то, что я делаю. Мне же нужны деньги. Мне же нужны деньги. Все, все пошло. Как, как, как пошло? Ушел от оси, ушел от своей искренности. Как перекрыл ось? Если мы говорим о семье. Я люблю своего мужа. Он же меня содержит. Я же должна заниматься детьми. Я же там, я же, я же. Привет. Мужчина, я же люблю свою жену. Она у меня такая красивая. Вот я ее там одеваю, балую там и так далее. Где любовь, где свобода? Где свобода? Она же моя. Да, все, собственничество. Жадность. Пошли прорабатывать. Еще. Вторичная выгода. Выгода в браке. Как ни парадоксально, особенно, кстати, это еще круто подчеркивает сейчас брачные контракты. Вообще удивительная штука. Я не за, не против брачных контрактов. Там есть плюсы, есть минусы. Но они так классно вторичные. Тогда есть там и плюсы, и минусы. они так классно вторичные выгоды просто вот так. Да, подсвечивают, конечно. И понесли. И таким образом... Когда мир болен, брачный контракт нужен. Да. И самое интересное, что возьми там пары, которые прожили по 30, 40, 50 лет вместе и спроси у них, была ли бы, да, я люблю свою Марусю. А потом смотришь Маруся, он уже в 10 раз от дедов пошла, только идти ж никуда. Хата общая. И пошло, дети уже выросли. И выгодно, что тут уже свое рядом валяется. Ладно, досмотрю его. Вот она, любовь. А где любовь? А была ли любовь, когда женился? Выгода. Автоматически женились, потому что надо было жениться, потому что надо было вырасти детей, потому что... А где искренность? А нету. Итак, за какой параметр не возьми здоровье? Если вы чисты и искренни, абсолютно, вы абсолютно здоровы. А если геморрой, давайте посмотрим на свой характер, как вы любите себя и как вы любите себя в отражении других людей, если у вас геморрой. Если у вас геморрой, значит, у вас геморройный характер, значит, вы еще та тварь по жизни. Как ни крути. По-другому не бывает. Ну, я условно говорю геморрой, потому что там... Либо сам себя... Ну, то есть, либо... Кишечник там съедает сам себя, или там сердце, ярость, пробои, вот эти... Ну, да. То есть, у тебя есть качели, грубо говоря, плюс-минус, плюс-минус есть. Там на каждое свое найдется. У кого страхи, у кого жадность, у кого, у кого... Ну, это же все равно не про любовь. А любовь к тебе? Любовь после благодарности. Если человек не осознает благодарности... Знаешь, меня иногда... Я крайне редко бываю в социуме, но если я там показываюсь, я обычно возвращаюсь в шоке. Ты это видела и слышала не раз. Так вот, а где благодарность в социуме в нашем? Ты слышала, что в магазине там говорили хорошие слова? Я живу там, благодарен нашей стране, благодарен нашей земле, благодарен себе, благодарен родителям. Ты знаешь... Когда на кассе говорят благодарю, это элемент воспитания в автоматическом жизни. Знаешь, я с тобой согласна, но я скажу так. Я насчет благодарности я очень удивилась на Новый год. Я стала с ней сталкиваться именно с той стороной благодарности, которая дает правильное направление луча. Внимание! Ты знаешь, на самом деле такого не было. Ты поблагодарила, я тоже на это отметила. Я не об этом. Не об этом. Я увидела именно в людях. Именно в людях. И так много. Я именно увидела ту благодарность, именно ракурс. Ракурс в верном направлении. Это правда. И очень много. И больше, больше, больше. Так, что я прямо для себя отметила это. Ну смотри, там те эпизоды, которые ты мне рассказывала, там даже благодарность у человека к самому себе возникала через страх. Когда, по поводу второй ноги. А, это? Ну да, но я другое. Это, конечно, весело, но во всяком случае хотя бы так. Ну это уже, когда через, да, через боль. А я говорю конкретно через, я говорю о здоровой благодарности на самом деле. И я действительно ее увидела. Я увидела, правда, это на самом деле меня очень сильно это обрадовало. Мы благодарность видим регулярно, когда мы читаем обратную связь. То есть, то есть, утро начинается всегда с благодарностей. Но, когда выходишь все-таки в социум, я не так часто ее вижу. Ну, чаще в автоматическом режиме. Смотри, почему? На дороге. Когда ты выходишь в социум, знаешь, какой? Автоматический. Автоматический. Согласись, да. социум – это тот социум, который работает не на себя. То есть, не по своему интересу, а работает на кого-то. Ну да. И это автоматический социум. А тот социум, который на себя, вот здесь просвет хороший пошел. Возможно. И здесь сознание начало проясняться. А тот социум, который автоматически, он… А, там нет сознания, там сознание вынесено. Там ответственность вынесена. Там вынесена ответственность, и поэтому рассчитывать, что человек проснется и выйдет из автоматического режима, начнет думать головой. Подойдет желудок. Если он… Смотри, если он… У него какая позиция? Если я начну думать головой, я потеряю свое место. Да. Вот и все. Все. И он отключает голову свою. Он тупо начинает исполнять и даже не включать чувства. И я к этому, кстати, автоматическому социуму отнесу и школы. Однозначно. Учителей, преподавателей. Это тот же самый, абсолютно, автоматизм. Автоматизм. Где человек напротив, при этом это педагог, да, он откли… И медицина отключает мозг, то есть свою голову отключает, чувство отключает, только лишь из страха потерять место. Все и становится автоматом. полностью выполняющим и не чувствующим. Мало того, с удовольствием отдающей машине возможность ставить оценки. То есть как это? Принимать решение, какую оценку ставить. Но это все. Это все уже однозначно. Программа создает программу. Робот создает робота. Понимаешь, когда вот это уже все осознаешь, понимаешь, что еще до нашего центра очень большой кусок работы. Конечно. Очень большой кусок работы. Так я же говорю, центр, я не вижу его как центр. Я на самом деле центром, я вижу начало хотя бы это вот, действительно, это Беларусь вся. Это вся Беларусь. Измененная Беларусь. Чистая. Именно световая. Чистая белая. Чистая белая. Поэтому она так и называется Белая Русь. Это один огромный центр, где будет новая медицина, новое образование, новые подходы, новый, да, новый бизнес. Да. Все новое. Вот так все. Белая Русь, Белая Русь, Беларусь. И тогда все, что касается вот конкретно инфодайвинга и те варианты центров, которые будут в Беларуси, как все-таки какие-то выделены, они будут через какое-то время. но это будут центры обучающего больше формата, обучающего, соединенные с образованием, с медициной, со всеми ступенями образования. И они будут образованы не нами, не нами, а именно из чистого интереса самих людей, которые будут заинтересованы, им интересно будет. одним нравится заниматься таким, вот они будут такие центры, другим такие. И это тут чистый интерес, тут чистый интерес. Это вот то, что я говорю, пазлики на своих местах без лжи и искажений, без обмана. Через интерес. Через интерес. Вот я это так вижу, вот прям четко вижу. Да. И тогда вопроса вот этого опять-таки, с которого ты начала, его просто не может быть. Потому что в социуме принят подход, если центр, если тебя что-то не устраивает, патентуется название инфодайвинг, да, или там забрендировано название инфодайвинг, так человек сразу думает, что значит это все будет их, это они, это жадность, ее надо проработать. Если ты что-то хочешь, создай это. Создай и делай. А не предъявляй, почему вы не так выглядите, как мне хочется. Создай. Все. Иди, иди себе так, как тебе хочется. И сядь там, где тебе хочется. И смотри то, что тебе хочется. И смотри то, что тебе хочется. Все, возьми ответственность. А не указывайся, иди и указывай, где и что. Это ложь, это искажение. Кто там правильно делает, кто там неправильно делает. Да. Иди займись делой, иди работай. И тогда все будет хорошо. Чем больше человек занят любимым делом, чем больше он работает, тем больше пользы для него самого. Тем интереснее у него жизнь, тем больше он здоров, тем больше счастья в его жизни. Потому что мы не можем не работать, мы не можем не двигаться, сознание не может стоять. И если мы двигаемся в интересе, в любви, в счастье, в благодарности, то мы начинаем другую жизнь, открываем другую жизнь. И мне бы очень хотелось, чтобы 23 год был началом действительно открытия новой жизни, новой страницы, счастливой, искренней, открытой. И ведь это так легко. Из благодарности. И это уже легко. И это уже легко. Всего лишь перестать лгать самому себе. Всего лишь. Всего лишь. Это корень любой болезни. Вот самое-самое тайное знание. Корень любой болезни это ложь самому себе. Это корень любой болезни. То есть все начинается, любое заболевание, любая проблема начинается со лжи самому себе. с выносу ответственности. Ну и ложь. Да, это уже поехала. Игра, да. За локомотивом. Пошла игра в осознание лжи. Пошли зайцы лжи оси траву. Ну ты так громко сказала. Еще и зайца, еще и траву. preguntas. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok